А накануне чебоксарцы встретили главный православный праздник – Светлое Христово Воскресенье. Зажженные свечи и светильники в церкви, просветленные лица верующих, белые одежды священнослужителей. Все предыдущие дни служба проходила исключительно в великопостных черных одеждах. В столичном Покровско-Татьянинском соборе, как и во всех церквях республики, прошли торжественные богослужения. Церковную службу здесь возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. За несколько минут до наступления полуночи православные обошли вокруг собора крестным ходом. Это символизировало шествие жен-мироносец, которые несут весть о случившемся чуде. Затем благовес сменился непрерывным перезвоном всех колоколов, возвещая о приближении великой радости. Духовенство вернулось в собор, чтобы поделиться благой вестью с собравшимися в храме. Священнослужители спели «Радостный тропарь». Прихожане с этой радостью вошли в храм. Собор не смог вместить всех желающих, но это не испортило никому праздничного настроения. Сегодня великий праздник у православных на самом деле. Стараемся не нарушать традиции, приходить. Ощущение душевной спокойствия возникает и все будет хорошо. Все как полагается. Кулич, Пасха, яйца. Мы были на службе сегодня, на утренней службе, на литургии. Мы причастили детей. Праздник – это всей семьи, конечно. И завтра мы все соберемся за праздничным столом. Праздник Пасхи, да, нужно радоваться. На этот праздник все яйца разокрашивают, дарят друг другу. Уже купил вот освященные яйца. Целый пакет. Христос воскрес. Так верующие будут приветствовать друг друга еще семь дней. Но по православной традиции празднование Пасхи продолжится еще 40 дней. Ровно столько Христос являлся своим ученикам до Вознесения. Все прихожане разделили общую радость – светлого Христового Воскресения. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.